у нас нет причин бояться потому что у нас есть свобода сила власть в имени ишо власть в имени иисуса но в то же самое время понимаешь что есть люди которые не до конца еще понимаете власти которые не обладают и нужно помнить чтобы другие также за ними молились и мы не боимся дьявола нам нечего бояться библия говорит что иисус не боится дьявола мы во христе да но в то же самое время когда су конечно освобождает какие-то дополнительное давление да какие-то атаки дополнительные и мы здесь чтобы служить вам что помочь вам вырваться из прочного круга помочь вам правильно сказать молитву да правильно разрушить эти слова сейчас можно еще одно свидетельство скажу драгоценное я помню когда я первый раз услышал исповедание веры от служителя он из города святого иосифа в соединенных штатах это наш старый такой друг брендом и он рассказывал как он приехал в один из американских городов где был огромный огромный совет колдунов прямо официальных они дружили членами мэрии города и зная о том что приезжает служитель евангелия пастор церкви у него около 5000 человек церковь они собрали совет из там тысячи колдунов примерно с тем чтобы проклясть его с тем чтобы как бы вот воздвигнуть стену такую против него и и он говорит знаете что как бы ну то есть ему донесли об этом и они слали ему на самом деле что мы мы собрались объединились против тебя чтобы наслать на тебя это проклятие и он взял псалом 15 где говорится спокойно ложусь я и сплю ибо ты еди и безопасности и он ведь друзья посмотрите как силен наш господь тысяча колдунов бояться одного ребенка божьего рожденного свыше знающего что он сын божий знающего что сам господь ступается за него конечно они понимают что силы не равны и я один я не один со мной господь я была восхищена этой перспективой потому что во мне еще было человеческое не обновленное мышление тысячи колдунов они все в этой магии в этой в этих бесах в этих всех ритуалах и один пастор который даже не вдавался вот в то каких рангов эти колдуны и он сказал слава богу я могу спать спокойно церкви давайте ликовать радоваться бог разрушит совет нечестиво если можно да это просто один из моих тем которые учу людям да просто не просто учу а и показываю как это все работает в этом плане как разрушать и двигаться дальше будет пастор израиль очень хороший момент поднял что молиться насчет колдунов и виктория говорит об этом это сильно потому что объясню однажды я скажем был к скажем так тепличным христианином но когда стал уже с игну когда стал двигаться по разным странам да я реально стал видеть силу божия я реально столкнулся с такими колдунами там но это не колдуны которые просто в один раз во время нашей компании призывали до чтобы сорвать нашу компанию нам приходилось перемолить тогда у нас опыта так не было если горит эта тварь может призывать дождь и значит мы можем отгонять этот дождь понимаете ну но мы вы стали с моей супругой но мы отгоняли но что хочу сказать но бог я был в этих пустынях вот этих этих но которые есть эти знаете вот этот шаман и всякие эти ну там там без и там настоящие не синтетически как европе то есть когда однажды просто что мне было шокировал когда я захожу после компания евангелизационной кампании в колумбии захожу свою комнату я под бог свидетель а перед богом говорю я лежу в кровати чувствую кто-то дышит и с правой стороной мне холодом пахнет я аж хотел просто выйти и убегать с комнаты а я чувствую кто-то мне это успокойся я тебе дал власть приказывай я там как заорал не знаю это от страха было и от силы было самое главное чтобы все нормально я спал как ребенок я спал как ребенок просто эти годы семь-восемь лет бог открыл как двигаться в этом на самом деле объясню очень просто во первых когда что-то с колдовством связано вы должны молиться покаяться каяться что осознанно неосознанно какие-то двери или что-то открыли вы должны закрыть и вы должны быть чистым перед богом через кровь христа вам надо покрываться если вы это не сделаете хоть сто раз помолись опять что-то повторится но когда ты каешься говорит господь я перед тобой сокрушаясь прости что я открыл дверь что я не так сделал ты просто я призываю кровь иисуса закрываешь все тогда что бы ты не скажешь именем иисуса христа какой бы ни был бес запомните это откровение то что бог мне открывал я хочу подчеркнуть вот эту мысль друзья когда мы думаем что у нас нет власти для того чтобы встать власть перед богом нужно очистить свое сердце от тех грехов которых ты знаешь и попросить чтобы двери почему уходят сильнейшие некоторые значит нас религиозный мир и тут сильнейшим да какой сильнейший потому что сильнейший приходит потому что двери открыты ты закрывай посмотрю какой-то иисуса там будет у двери посмотрю кто зайдет туда никто как пришли пяти путям и уйдут то что получается то есть я понял что бог открыл это внутри во мне гад слушай дитя мое самый мой слабый ребенок он сильнее всех антихристов собрано в мире он сильнее ты понимаешь кто и третий когда я была внизу просто вот эта ситуация когда прижимает выходит масло да да и когда было просто пустыня там я где-то 40 минут мы отъехали там любой может заст там жизнь стоит 50 долларов любого да я просто так думал прикинь сейчас мне застрелят и даже не найдут где я да и что было такой момент и дух божий просто стал проговорить в мое сердце как слушай внимательно ты плюс бог это множество аллилуйя и ты запретил и разбой все я там уйду как себя домой они вообще они мне комплексируются когда я туда иду почему то что я вот в это говорю вот я был в этом году в месте который там только там государство государство там только банда мафия управляет там там люди когда стрелять людей которые ты не имеешь не права даже подойти его забирать заберешь тебя застрелять я там как у себя дома почему потому что во мне бог я храм духа святого конечно я перед богом не хочу сейчас это что сметив мистификацию вести я реально столкнулся с демонами они просто уважают отходит дальше почему потому что они знать кто ты висусе самое главное я предлагаю просто чтоб ты провел сейчас тех людей которые пишут об этой нужде чтобы разрушить колдовство чтобы разрушить проклятие еще раз самуэль сейчас проведет вас через молитву очищения говори слова которые они должны повторить молитву очищения и вставание четко в праведности божьей и приобретение тогда власть к сожалению мы церковь потеряла кое-что мы должны отыграть эти позиции мы помогаем как я боимся каких-то вражей вчера дед да это все это просто один тысяча двое десяток тысяч чему поймите один тысяча двое десять тысяч я богу задал вопрос горбок а почему так как слушать внимательно говорит я понимаю при хорошем раскладе может три тысячи бога когда вы соединяетесь восемь тысяч бонус с меня понимать и то есть я нам надо соединяться с богом нам надо понять готовьтесь пожалуйста я знаю сейчас там я вижу многие люди которые не под проклятие тёшу с невестой не ладят там видно чувствуется там на напряжение там мать хочет там контролировать семью сына говорит это в общем да слава богу но надо отпускать и готовьтесь пожалуйста готовьтесь я сейчас просто вас по поведу в этой молитве вам надо просто и не только освободиться вам надо взять вверх над всеми этими а мы закрывайте глаза повторять это дорогой иисус мы приходим перед тобой отец мы каемся за то что потому что эти двери открываются через сомнение через страх что мы испугались или где-то сомневались мы каемся чтобы допустили эти эти колдовские чары на нас что думали что это произойдет или какие-то там гадательство что-то было скажи мы каемся господь мы каемся господь я каюсь господь я осознанно каюсь господь перед тобой иисус я прошу тебя очисти мой этот область закрывай где я испугался где я засомневался я каюсь господь закрывай эти двери именем иисуса христа пусть кровь твою омывает и закрывать все открытые двери и прямо сейчас со мной повторяй именем иисуса христа я храм духа святого дух божий живет во мне мое сердце жизнь я полностью передал прямо сейчас в руки бога игорь иисус мой царь может ты не верши человек повторяй принимать христа прямо сейчас скажи иисус мой царь я полностью капитулируясь перед тобой разбили с моей с моей жизнью прямо сейчас говорит а во имя иисуса христа прямо сейчас именем иисуса христа то что я открыл то что какие двери были открыты моей жизни какие-то моменты я просто упустил прямо сейчас именем иисуса богом дала мне власть иисусе христе я разрушаю колдовство чиродейство все что было настроено против меня против моей семьи против моих детей я разрушает управлять я разрушаю что мы идут мои дети переуспевали я разрушаю именем иисуса и беру вверх именем иисуса связывает дух колдовства и бросаю именем иисуса под ноги христа пусть уничтожается именем иисуса и призываю скажи огонь божий на меня на мой дом и господь горит эти областях которые были наполнены страхом или сомнением полностью в твои руки полностью под твой контроль даю полностью господь бери управляй мой царь и ставлю печать крови христа на все эти двери обменя вовеки я свободен через крови иисуса христа именем иисуса христа новое время скажи я пророчествую для меня новое время в мою жизнь новое время новое время открытие дверей люди просят за освобождение от духа нищеты и за финансовые прорывы давайте мы будем тогда молиться и говорить об этом следующей части нашего эфира заши соль я хочу стать опоздавить людей вы сейчас приняли молитву это пророческая молитва и представьте себе вы столкнули с тем что против вас колдовали кто-то кому-то платил деньги да что-то делал одна молитва одна молитва во имя иисуса все меняется приходит прорыв приходит благодать божья на наши сами стойте во христе стойте там где вы должны стоять не допускайте страх смотрите писание потому что писание также освобождает силу и помазание в нашу жизнь и и одна молитва на самом деле меняет все я много раз говорил как правду по одной молитве простой да все дверь открывается небеса открываются чудеса приходят мы сейчас говорим о вас дорогие я понимаю что вам нужно время у этого увидеть но принимайте веру это уже приходит в вашу жизнь потому что это слово божье и царство божье хочешь проповедовать евангелие мы верим что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело мир вокруг преобразиться участвуй в благотворительных программах тбм стань настоящим проповедником евангелия прямо сейчас